Скажу, во-первых, что касается разных частей ядер активных галактик, то ведь ядро активной галактики как устроено. Есть в центре активной галактики какая-то сверхмассивная черная дыра с массой порядка, скажем, 10 в 9, вплоть до 10 в 11 масс Солнца. Она на себя атрицирует, забирает близлежащие в центре галактики материю, как верстный гад, так и звезды. Поэтому образуется некоторый диск, он может быть довольно широкий, атриционный, и он вращается нетвердотельно, поэтому есть двиговые потоки плавного в этом диске. Это периодального типа. И в этот поток плазмы, особенно эффективно вблизи границ черной дыры, на расстоянии 2-3 радиус швейда, гееруют сильные магнитные поля. Поэтому не все вещество падает внутрь черной дыры, а значительная часть его выходит наружу. Это называется джеты. Они наблюдаются уже у сотен ядер активных галактик. В основании джета это были небольшие размеры, порядка каких-то астрономических единиц, порядка размеров Солнечной системы. Дальше в этих джетах вещество течет, оно может течь неоднородно в виде таких, как называют, hot spots, горячие пятна. Их размеры тоже может быть еще даже больше, чем размеры Солнечной системы. А потом, когда это вещество достигает уже границ, вот этот размер большой, он уже сравним с размером галактики, диска галактики, здесь возникает, тормозится этот релятивистский поток. Лоренц-фактор у этого потока достигает сотен. То есть это сильное релятивистское движение прямо в целом плазмы как целого. И газ там сам по себе тоже релятивистский нагрет. Но когда он сталкивается в окружающую среду, возникают такие вот, как говорят, лобы, радио лобс, в которых остается горячий газ, но дальше он просто в целом уже как не движется. И размер вот этих радио лобс, он может даже превышать размеры галактики. Поэтому там и вот на этом графике были приведены некоторые, несколько разных сферей по масштабам и по величинам магнитных полей частей, связанных так или иначе с ядрами активных галактик. А что касается гамма-сплесков, то это либо слияние компактных звезд, двух нейтронных, нейтронные или черные дыры, тогда их размер характерный, дисков, которые образуются и джетов, не превышает тысяч километров. Либо это особая вспышка сверхновой, которая называется гиперновой или сапроновая. Это редкие вспышки, которые не раз в 30 или не раз в сотни лет происходят, а может быть раз в миллионы лет в каждой галактике. Но они, при этом сберывается звезда очень большой массы, скажем, 100 масс Солнца. Центральная часть звезды коллапсирует, которая железная. Она образует тоже нечто похожее такого джета, но в маленьком масштабе, порядка размера звезды. Но этот джет, он пытается, длительность его составляет от долей секунды до нескольких секунд. Летит он со скоростью света, но ему надо пробурить себе дырку в окружающем оболочке звезды, которая большую часть массы звезды составляет. И если он пробурил, вырвался наружу, он тогда породит очень эффективный гамма-сплеск. Если он не пробурил, то может породить нейтрины, которые до нас тоже могут дойти. Мы это в следующий раз будем обсуждать. Но в любом случае, там возникают тоже очень сильные сдвиговые течения, тоже сильные ударные волны. И это может быть тоже источником ускорения космических лучей сверхвысоких энергий. Ну и последний, третий такой глобальный класс источников, это скопление галактик, Galaxies Clusters. Там, когда галактики за счет галлюциумного взаимодействия друг друга оказались в одной глубокой потенциальной яме, они оттуда выбраться не могут. Это самые большие во Вселенной галлюциумно связанные объекты. В таких скоплениях могут до тысяч галактик находиться. И они разогревают там газ. А когда сами галактики движутся, они могут генерировать ударные волны с размерами порядка межгалактических расстояний. Это тоже очень большой размер. Магнитные поля там оказываются тоже довольно большие. И вот по критерию Хиллоса, там потенциально можно ускорить частицы тоже до больших энергий порядка 10-20. Поэтому вот эти три класса объектов наиболее широко и обсуждают. В следующий раз, когда мы будем говорить о механизмах генерации космических лучей сверхвысоких энергий, мы по ним тоже немножко пройдемся. Ну, а потом перейдем к нейтринам. Я уже сейчас по механизму больше не буду останавливаться. Все, всем спасибо за внимание.